Если кто-то в России думает, что вот мы у вас покупаем нефть и газ, и этим можно где-то влиять на Беларусь, это неправильно. Можно влиять. Но лучше влиять таким образом, как вы говорите, чтобы у нас были общие проекты. Чтобы это были проекты, которые притягивают Беларусь к России. Не наклоняют, не нагибают, а притягивают. Мир совсем другой. Это не тот мир, когда можно было наклонить. Сегодня вон этой нефти бери не хочу. Можно же какой-то выработать баланс интересов и договориться. Нужно. Но пока не договорились. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Донбассом и Россией, между Украиной и Россией, на этом этапе нужно закрыть, навести порядок. Пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите. Сами мы не полезем туда. И чего мы полезем в чужой дом, если мы там нежеланные гости. Но считать нас людьми сторонними, которые просто должны наблюдать за конфликтом, ну это же не Сирия. Я уже вам рассказывал, что мы на границе ловим сегодня с боеприпасами от Морозков. Более того, из Беларуси пусть мизерное количество, но кто-то воюет на стороне ополченцев, кто-то воюет на стороне украинцев. А они куда возвращаются? Они возвращаются в Беларусь. Ну да, мы их контролируем, но это денег стоит. Нам это надо, нам это не надо. Более того, в Украине многие там пугают. Ну вот сейчас Лукашенко Путина поддержит, и если с севера давлянет, то Украины не будет. Я уже им оправдываюсь в который раз. Говорю, да я не поеду на танки в Киев, на тракторы приеду. Мы готовы работать только для того, чтобы эта ситуация устаканилась и утихомирилась. Вот я смотрю российское иногда телевидение. Ну такие и такие патриоты, такой патриотизм. А сам себе думаю, а ваши дети там воюют? Те, кто кричат там перед камерами. Хорошо чужими руками жар загребать, как говорят в народе. Поэтому там нужен мир. Мы свои предложения и Западу вносили, они у нас спрашивали. Владимир Владимирович знает наши предложения. Молчат. Значит, не хочется им в этом русле, чтобы развивались события. Вы очень правильно сказали. Но это же родные люди. Мы, украинцы, россияне. Нам ли сегодня драться? Это же надо было сколько денег затратить? Это надо было как мечтать, чтобы столкнуть наши народы? Ну так нам же надо голову на плечах иметь и делать какие-то шаги. Мне кажется, мы в состоянии что-то придумать так, чтобы там начался обратный процесс. Сегодня Донбасс не нужен России. Он уничтожен там полностью. Зачем? Своих проблем в России хватает. Но Украина понимает, что и в одиночку Донбасс, если он останется в Украине, и они не восстановят. А если там образуется какое-то новое, новое какое-то образование возникнет, они что, справятся с этими проблемами? Да забудут о них, как только утихомирится этот конфликт, и средства массовой информации перестанут об этом говорить, они все забудут. И они останутся при собственных интересах. Поэтому надо двигаться в направлении урегулирования этого конфликта. Если кратко, я очень огорчен выступлением футбольной команды и Беларуси, а еще больше России. Я очень хорошо знаю футбол, я слежу за всеми событиями основными в мире, тем более за подготовкой к чемпионату мира. Кого вы там в Питере арестовали, уже, к сожалению, бывшего вице-губернатора за «Зенит-арену» или еще там, по-моему, «Питерского» недавно и так далее. Думаю, что в этом прекрасном Саранске нет и не будет таких проблем. Хотя, кто его знает, что касается автобусов, вы говорите, или помочь надо подготовить. Город, у нас есть опыт, есть хорошие специалисты. Вообще, в советские времена белорусы были школой строительной. Новейшие технологии, все шло через Беларусь. Мы, насколько возможно, сохранили эту школу. Поэтому, если нужно, окажем поддержку. Ну, а что касается футболистов и наших, и ваших, не хочу грубо говорить, но заслуживают, вы знаете, чего они. Особенно Россия к чемпионату мира такие средства вкладывает. Я уже за вас болею. Мы-то, нас там не будет на чемпионате мира 100%, а я болею уже за вас, чтобы, ну, хотя бы не стыдно было. Ну, хотя бы групповой турнир прошли. Вот это вот важно и для нас, и для вас. И будем болеть за российскую команду. Но пока особо вы видите, наблюдаете за этим, радоваться нечему. И футболисты за год, два и за пятилетку не появляются. И суперкоманду за это время создать невозможно. Первый номер два. Вопрос такой. Вот не секрет, что, наверное, ни одно государство в мире не может быть на 100% эффективным, если в нем процветает коррупция, которая как рак изнутри разъедает страну в целом. Вот с 2013 года участвую в пресс-торах Беларуси и своими глазами убеждаюсь в том, что нет здесь такой проблемы. И вот очень хотелось бы понять, а в чем этот белорусский феномен? То ли это ваш личный пример жизни по чести и по совести, то ли это законы, которые справедливы и при этом не позволяют двояко трактовать какие-то нормы, то ли это очень суровая система наказания, то ли просто национальный менталитет. Вот как вам удается не просто бороться с коррупцией, а добиваться того, что у вас ее меньше-меньшего? Спасибо. Я не буду вас тут поучать по поводу коррупции, тем более и у нас на руководителе правоохранительных органов, прокурору часто на скоке. А вот бизнесу не дают развиваться, того схватили, этого схватили и так далее. Во-первых, никто никого не хватает. Но есть правила, хватают и сажают только те, кто играет недостойно в игры с государством. Не платят налоги. Вот налоги, это святое. В Америке жесточайшее наказание. До 15 лет тюрьмы, если ты не платишь там какой-то мелкий налог. А у нас это норма. У вас тем более. Почему так должно быть? Поэтому не платишь налоги, жесточайшая ответственность. Так, ну ладно, посадили, умножай на 5, что не уплатил. Миллион не уплатил, 5 миллионов долларов уплати и выпускаем, амнистируем. Посылаем, там даже недавно эксперимент провели, недавно амнистировал группу чиновников-бизнесменов, направив в колхозы-совхозы. Убыточные. Но пока вот не доложили, что плохо работают. Ну а что кормить их в тюрьме там? Идите, показывайте себе. Но вы говорите, коррупция, коррупция. Все начинается с головы. Или нет? Рыба гниет с головы. Не мы с вами придумали. Если власть с головы начала подгнивать, и там нехорошие процессы, ты ничего в стране не сделаешь, чтобы с коррупцией был порядок. Чтобы не было коррупции. Никогда не надо потуги эти устраивать, и как бы там средства массовой информации это не превозносили, никогда ничего не будет. Поэтому власть прежде всего должна быть, ну насколько это возможно. Ну я не хочу сказать, что у нас власть белая и пушистая. Но нет у нас среди чиновников, чтобы где-то, знаете, выпендриться, дворец. Должно быть честно и справедливо. Есть порядок в стране, и его надо придерживаться. И закон должен быть для всех одинаков. Вот я сегодня в средствах массовой информации нашел информацию о коррумпированности в том или ином государстве. И мы там снизу, на каком-то третьем или пятом месте по уровню коррупции. Выше нас там огромное количество государств, в том числе ведущих государств. Поэтому, как видите, кое-какие результаты есть. Профон Калининград. У нас тоже автобусы закупаются. В этом году Калининград 130 автобусов закупил для городского предприятия, муниципального. Но на самом деле у нас белорусских товаров не так много. Все-таки в нашей области. Хотя, как вы уже говорили, вы к нам ближе, чем большая Россия. Что мешает? В чем сложности? И на ваш взгляд, как эти вот проблемы можно преодолеть для того, чтобы все-таки белорусские товары, ну почти на всех прилавках Калининграда появились? Если у вас будет желание, ничего не сможет этому помешать. Давайте вот прямо, честно, напрямую. Надо вам молочные продукты. Приезжайте в компании, а у нас они колоссальные, огромные. Бабушкина Кринка. Огромная компания. Она практически, ну там, всю область забрала под себя. Всю сырьевую зону. Колоссальная компания. Притом делают отличную молочку. Отличную. Потому что я бываю дома, и не только дома, и здесь. Мы покупаем, как и обычные люди. У нас нет спецхозяйства. Мы покупаем то, что вы вот видели на рынке, то и я покупаю и употребляю. В пищу эту продукцию. Хотите? Пожалуйста, напрямую выходите на эту компанию. И покупайте у нее без всяких посредников. Вплоть до Эмиратов мы продаем сегодня. Вот я недавно оттуда приехал. Готовы покупать нашу продукцию с большим удовольствием. Пожалуйста, мы в Калининградской области, я только сказал. Вот прежде всего мы поставим Калининградца. И мы готовы работать. Все проблемы у вас там. Есть существенное обстоятельство. Когда вы заводите продовольственные товары или промышленные из Литвы, Польши, НДС не платится. А парадокс в том, когда из Беларуси НДС платить надо. Мы не один раз ставили вопрос, что это неправильно. То есть вы от нас защищаетесь, а от поляков нет. Потому что, наверное, выгоднее тех, кто покупает оптовиков и других.